У Infocar UA есть неплохая традиция. В канун каждого нового года мы всей редакцией ездим в Рио. В седане Kia Rio. Но если в прошлом году мы знакомили вас с российской версией этой модели, то сегодня у нас в гостях модификация, созданная для европейского рынка. Именно в таком виде Kia Rio с недавних пор продается в Украине. Так давайте же скорее выяснять, чем этот автомобиль отличается от российского и насколько оправданной оказалась смена приоритетов. Начнем, конечно же, с дизайна. С этой точки зрения европейский Rio совершенно другой автомобиль. С российским у него нет ни одной общей кузовной панели. У седана для старого света даже пропорции другие, не говоря уже о выштамповках, точках крепления зеркал и очертаниях оптики. Если уж европейский Rio легко идентифицируется в профиль, то анфас и подавно. Вместо массивной решетки радиатора в стиле пасть тигра, этому Rio нарисовали узкую и, на мой взгляд, не особо выразительную фальш-панель. А вот решетка в переднем бампере, напротив, стала намного крупнее. Обратите также внимание, что Kia Rio теперь можно поставить не только на 15-е, но и на 16-е легкосплавные диски, что в определенной степени улучшает облик седана. А еще, по сравнению с тем Rio, который нас покинул, у этого автомобиля на задних колесах не барабанные, а более эффективные дисковые тормозные механизмы. Не обошлось без перемен и в моторной гамме. Она, к слову, состоит исключительно из бензиновых агрегатов, среди которых теперь нет 123-сильного 1.6. Вместо него корейцы предложили менее мощный, зато экономичный 84-сильный 1.2, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Нам же для теста достался хорошо знакомый 109-сильный 1.4, сопряженный с архаичным 4-ступенчатым автоматом. Хотя работать этот двигатель может и с механикой, причем не с 5-ти, как раньше, а с 6-ступенчатой. Российский Rio был примечателен своей адаптированностью к плохим дорогам и холодным зимам. Металлическая защита картера двигателя, к счастью, есть и у этого автомобиля, а вот аккумулятора повышенной емкости мы таки лишились. Там он был на 60 ампер часов, здесь на 45. Лишились мы и важных дополнительных сантиметров дорожного просвета, которые были неотъемлемой частью пакета адаптации к плохим дорогам. У российского Rio заявленный клиренс равен приличным 16 сантиметрам. Европейский же может похвастать лишь 14-ю. Увы, но и на этом потери не заканчиваются. Вместо огромного 500-литрового багажника мы имеем теперь 389 литров, а вместо полноразмерной запаски – докатку. В остальном же трюм европейского Rio ничем не уступает предшественнику. Такой же узкий проем, такая же большая погрузочная высота и по-прежнему нет кнопки на крышке багажника. Зато появилась возможность открыть ее с брелока. И на том спасибо. Теперь поговорим об интерьере. Поскольку длина колесной базы седана составляет всего 2 метра 57 сантиметров, вынужден констатировать, что место на втором ряду здесь достаточно только таким невысоким пассажирам, как я. Наш оператор Ярослав, например, со своими двумя метрами роста помещается здесь с большим трудом. А если он сядет за руль, тесно сзади становится даже мне. Kia Rio – автомобиль B-класса. И этим все сказано. Если внимательно присмотреться, станет очевидным, что интерьер европейского Rio во многом отличается от российского. Особенно хорошо это заметно по картам дверей и центральной консоли. Чуть иначе спрофилированы и сидения. По-другому оформлена панель приборов, да и материалы отделки несколько отличаются. Что касается материалов отделки, то я не возьмусь утверждать, что они здесь более качественные, чем в российском Rio, хотя пластик на торпедо здесь местами даже мягкий. А вот с точки зрения эргономики у европейского Rio есть сразу несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, появилась регулировка руля по вылету, что облегчает поиск удобной посадки. Во-вторых, оригинальный блок климатической системы невероятно прост и удобен в пользовании. И в-третьих, переехавшие на двери боковые зеркала благотворно повлияли на обзорность. Но есть, конечно же, и огрехи. Например, совершенно бесполезный центральный подлокотник и слабая боковая поддержка передних кресел. Но в целом интерьер европейского Rio вполне съедобен, а с учетом ценовой категории автомобиля так и вовсе прекрасен. К тому же седан стал безопасней. Даже в базовой комплектации он оснащен шестью подушками и системой стабилизации. Никуда не делся и диковины для этого сегмента подогрев руля. А вот нормальным мультимедийным комплексом с сенсорным экраном нас снова обделили. В Украине Rio предлагается только с допотопной аудиосистемой и откровенно бюджетным звучанием. Ни о каких цветных экранах речи не идет и применительно к панели приборов, но в защиту корейцев скажу, что информация со щитка читается великолепно, что днем, что ночью. И это, на мой взгляд, куда важнее, чем красивые визуальные эффекты. Что у российского и европейского седанов Rio совершенно точно общее, так это переднеприводная платформа. Со стойками McPherson спереди и торсионной балкой сзади. Но не спешите думать, что на дороге оба автомобиля ведут себя одинаково. Настроены они совершенно по-разному. Рискну утверждать, что европейский Rio лучше российского с точки зрения управляемости. За счет чуть меньшего дорожного просвета, за счет более жесткой подвески, а в нашем случае еще и 16-дюймовых колесных дисков, этот Rio быстрее и точнее реагирует на действия рулем и при этом еще и очень неплохо держит траекторию. С другой стороны, какой бы собранной ни была подвеска, ее жесткость на наших дорогах порой оборачивается дискомфортом. Проще говоря, тряской. Российский Rio в этом отношении ведет себя чуть деликатнее. Возвращаясь к рулю, нужно сказать, что здесь установлен не гидравлический, а электрический усилитель, что, конечно же, не могло не сказаться на ощущениях от управления седаном. Работать рулем однозначно стало легче и приятнее, но об обратной связи можно забыть, потому что она здесь близка к нулю. Как и в прошлый раз, связка бензинового 1.4 с автоматом показала себя далеко не самой шустрой. Виноват в этом и двигатель, потому что его и без того нефантастические 137 ньютон-метров достигаются при оборотах не ниже 4000. Виновата и коробка. Мало того, что у нее всего 4 передачи, так еще и жонглирует ими она не самым виртуозным способом. Опережения и обгоны даются этому Rio с определенным трудом. То коробка задумается, то тяги двигателя не хватает, то все вместе. Чтобы реально кого-то обогнать, нужно иметь определенный запас времени и пространства, нужно хорошенько утопить педаль газа и только потом, когда мотор взрывет и автомобиль начнет маломальски ускоряться, можно совершать какие-то маневры. Проще говоря, Rio с автоматом оптимален для неспешной и размеренной езды. Он даже по паспорту разгоняется с места до сотни за долгие 13 с лишним секунд. Поэтому, если динамика для вас важнее комфорта, выбирайте механику. С ней разгон до сотни занимает на 2 секунды меньше. В пользу механики говорит и расход топлива. По идее, он должен быть меньше, чем те 8,5 литров, которые Rio с автоматом съедает в городском цикле. Ну и, конечно же, не могу не сказать пару слов о шумоизоляции. В целом, ее можно назвать неплохой для бюджетного сегмента. Колесные арки, правда, пропускают сквозь себя слишком много посторонних звуков. Зато аэродинамические шумы минимальны, а моторный отсек так и вовсе изолирован настолько хорошо, что присутствие там двигателя ощущается минимум при 3000 оборотах. Думаю, все прекрасно понимают, почему в Украину больше не возят российский Rio. Но если оставить в покое политику, то с чисто практической точки зрения мы потеряли всего лишь несколько сантиметров дорожного просвета и часть объема багажника. Взамен же мы получили иной дизайн, больше безопасности и новые опции. Стоила ли такая игра свеч? С учетом того, что ценник остался в пределах 14-16 тысяч долларов по коммерческому курсу, да, стоило. Хотя конкурировать с седану Rio, даже европейскому, по-прежнему будет трудно. К давним и сильным соперникам в лице Citroën, C-Ellizio, Volkswagen Polo Sedan, Hyundai Accent, Skoda Rapid, Renault Logan и так далее, в 2015 году добавились новые. Например, седан C-класса Nissan Sentra. Он самую малость дороже, но и возможности открывает куда более широкие. Правда, чтобы этими возможностями воспользоваться, вам придется закрыть глаза на некоторые политические обстоятельства, которые, и я в этом глубоко убежден, к автомобилям не должны иметь никакого отношения. На этом все. Меня зовут Артем Киселев. Читайте Infocar.ua. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» У Infocar.ua есть неплохая традиция. В канун каждого нового года мы всей редакции ездим в Рио. В седане Kia Rio. Но если в прошлом году мы знакомили вас с российской версией этой модели, то сегодня у нас в гостях модификация, созданная для европейского рынка. Именно в таком виде Kia Rio с недавних пор продается в Украине. Так давайте же скорее выяснять, чем этот автомобиль отличается от российского и насколько оправданной оказалась смена приоритетов. Начнем, конечно же, с дизайна. С этой точки зрения европейский Рио совершенно другой автомобиль. С российским у него нет ни одной общей кузовной панели. У седана для старого света даже пропорции другие. Не говоря уже о выштамповках, точках крепления зеркал и очертаниях оптики. Если уж европейский Рио легко идентифицируется в профиль, то Anfas и подавно. Вместо массивной решетки радиатора в стиле пасть тигра, этому Рио нарисовали узкую и, на мой взгляд, не особо выразительную фальш-панель. А вот решетка в переднем бампере, напротив, стала намного крупнее. Обратите также внимание, что Kia Rio теперь можно поставить не только на 15-е, но и на 16-е легкосплавные диски, что в определенной степени улучшает облик седана. А еще, по сравнению с тем Рио, который нас покинул, у этого автомобиля на задних колесах не барабанные, а более эффективные дисковые тормозные механизмы. Не обошлось без перемен и в моторной гамме. Она, к слову, состоит исключительно из бензиновых агрегатов, среди которых теперь нет 123-сильного 1.6. Вместо него корейцы предложили менее мощный, зато экономичный 84-сильный 1.2, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Нам же для теста достался хорошо знакомый 109-сильный 1.4, сопряженный с архаичным 4-ступенчатым автоматом. Хотя работать этот двигатель может и с механикой. Причем не с 5-ти, как раньше, а с 6-ступенчатой. Российский Рио был примечателен своей адаптированностью к плохим дорогам и холодным зимам. Металлическая защита картера двигателя, к счастью, есть и у этого автомобиля, а вот аккумулятора повышенной емкости мы таки лишились. Там он был на 60 Ач, здесь на 45. Лишились мы и важных дополнительных сантиметров дорожного просвета, которые были неотъемлемой частью пакета адаптации к плохим дорогам. У российского Рио заявленный клиренс равен приличным 16 сантиметрам. Европейский же может похвастать лишь 14-ю. Увы, но и на этом потери не заканчиваются. Вместо огромного 500-литрового багажника мы имеем теперь 389 литров, а вместо полноразмерной запаски докатку. В остальном же трюм европейского Рио ничем не уступает предшественнику. Такой же узкий проем, такая же большая погрузочная высота и по-прежнему нет кнопки на крышке багажника. Зато появилась возможность открыть ее с брелока. И на том спасибо. Теперь поговорим об интерьере. Поскольку длина колесной базы седана составляет всего 2 метра 57 сантиметров, вынужден констатировать, что место на втором ряду здесь достаточно только таким невысоким пассажирам, как я. Наш оператор Ярослав, например, со своими 2 метрами роста помещается здесь с большим трудом. А если он сядет за руль, тесно сзади становится даже мне. Kia Rio автомобиль B-класса. И этим все сказано. Если внимательно присмотреться, станет очевидным, что интерьер европейского Rio во многом отличается от российского. Особенно хорошо это заметно по картам дверей и центральной консоли. Чуть иначе спрофилированы и сидения. По-другому оформлена панель приборов, да и материалы отделки несколько отличаются. Что касается материалов отделки, то я не возьмусь утверждать, что они здесь более качественные, чем в российском Rio. Хотя пластик на торпедо здесь местами даже мягкий. А вот с точки зрения эргономики...